Здравствуйте, уважаемые дети, родители и коллеги. Меня зовут Усенка Наталья Владимировна. Я представляю школу номер 1466 имени Надежды Руши. Сегодня нам бы хотелось вам показать урок в пятом классе. Урок развития речи. Не секрет, что русский язык это один из самых сложных предметов в школе. Часто он доставляет детям много сложностей, трудностей и даже, в общем-то, очень много беспокойства, потому что приходится много работать, приходится много довольно-таки учить. И поэтому нам бы хотелось, чтобы ребята все-таки воспринимали урок русского языка как радость, потому что язык — это живой организм, русский язык — это то, что отличает нашу культуру, нашу нацию. И поэтому очень важно, чтобы дети не только знали русский язык, но и любили его. Именно поэтому мы стараемся разнообразить наши уроки различными технологиями, где ребята могли бы почувствовать и красоту языка, и могли бы почувствовать, что этот язык очень интересен, поняли бы, что это не только сложный предмет, но предмет, который им дается, и дается достаточно просто, поскольку в игре они воспринимают его, пропускают его через себя, и поэтому предмет кажется им уже своим, и предмет кажется им понятным и нужным. Сегодня мы покажем вам урок в технологии «Французские мастерские». Это урок развития речи. Это далеко уже не первый урок в подобных технологиях, и развитие речи стало для ребят таким праздником, наверное, потому что они уже понимают, что мы поиграем, что они могут показать себя, что немаловажно в этом возрасте, и стараются и идут на такой урок с радостью. Итак, пожалуйста, посмотрите наш урок развития речи в технологии «Французские мастерские». Ну, еще раз здравствуйте, мои дорогие! Рада вас приветствовать в нашем музее. Итак, мы с вами сегодня занимаемся уроком развития речи. Мы снова будем с вами придумывать пьесы. А давайте вспомним, вот если мы берем рассказ, если мы берем рассказ, там много чего. Слов автора. Слов автора, совершенно верно. А пьесе есть слова автора? Практически нет. Там есть только небольшие ремарки, они так называемые, да? То есть, что сделал герой, или как герой, или какой герой вошел, да? Но на сцене они произносятся? Нет. Нет. А что на сцене произносится? Диалог героев. Совершенно верно, диалог героев. Слова героев. Слова героев, ну то есть диалог героев, совершенно верно. Молодцы. А скажите, пожалуйста, вот на экране у вас снова конфликт. Это что такое? Давайте с вами вспомним. Что такое конфликт? Противоречие интересов. Противоречие интересов. Так, хорошо. А еще что? Различия. Какие-то различия. Противоречия между взглядами или какой-то киднец, это не обязательно прям противоречие. Не обязательно противоречие, но просто различия какие-то. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вообще почему я вдруг сегодня заговорила о конфликте? Потому что в пьесах существуют конфликты. В пьесах существует конфликт. А это важно для пьесы? Да. Почему? Ну потому что тогда будет неинтересно, если все будет хорошо, наверное. Так все-таки получается, что конфликт это плохо? Ну, в каком-то роде да. В каком-то роде да. Да, Аня. Мне кажется, что конфликт должен быть обязательно в пьесе, потому что конфликт это, я его воспоминаю как элемент развития сюжетной линии, потому что если нет конфликта, то сюжетная линия дальше не может развиваться. Замечательно. Даже, наверное, сказать можно больше, что сюжет вообще в принципе построен на конфликте. Без конфликта в пьесе сюжета бы не было. А вот мы с вами сейчас говорим о пьесе, потому что я сказала вам, что мы будем писать пьесу, да? А для других произведений, других жанров характерен конфликт? Нужен конфликт? Для рассказа, для повести, для романа. Есть там конфликт? Да, конечно. Конечно, есть в любом произведении должен быть конфликт. Значит, итак, давайте немножечко обобщим то, что мы уже сегодня сказали и вспомним. Что нам нужно для пьесы? Во-первых, конфликт. Мы должны придумать конфликт. Замечательно. Еще что нам нужно для пьесы? Сюжет. Сюжет мы должны придумать на основе этого конфликта. Замечательно. А еще что нам нужно для пьесы, чтобы она у нас была именно пьесой, а не рассказом? Без слов автора. Поменьше слов автора, а без этого? Диалог. Диалоги мы должны. А как называются слова героев? Давайте вспомним. Вот слова героев в пьесе. Как называют? Реплика. Умничка. Давайте сейчас немножечко поиграем. А почему мы поиграем? И во что мы поиграем? Для того, чтобы у нас выстроился хороший сюжет, мы должны с вами обязательно обращать на что? Вот писатель, сценарист, на что обращать внимание всегда? Для того, чтобы пьеса была интересной, жизненной. Что он хорошо должен знать? Личность героев. То есть, если мы обобщим, без относительно героев, а вообще, откуда берет, собственно говоря, сюжеты, конфликты, автор? Характера человека. То есть, из окружающего мира, из своего окружения. То есть, он должен знать что? Характер человека, человека или иначе психологию человека. И он должен очень хорошо уметь делать что? Вот, например, помните, мы с вами уже ведь играли в эту игру. Вот, например, Саша надел сегодня голубую рубашку. Я думаю, интересно, Саша надел голубую рубашку. А почему, улочка моя, сегодня многие люди не хотят выходить из дома? Почему, Царазов? На улице слякать. Замечательно, потому что на улице слякать. А на улице слякать почему, Сережа? Ну, потому что была зима, и ночевочек лечь, и снег начал каять. Замечательно. А почему надо жить, Аня? А, ну, жить надо, потому что получается довольствие, и других радость. А почему будет весело, Дима? Потому что пришла весна. Потому что так устроен мир. Потому что так устроен мир. Замечательно. Ну, вот смотрите, мы с вами начали со слякати, а вышли, в общем-то, на философские размышления, да? О том, что мы созданы для того, чтобы быть радостными, счастливыми, да? И это очень здорово, и это очень по-весеннему, несмотря на эту слякоть, и очень хорошо. Поиграли? Да. Понравилось вам? Да. Вы поняли, как интересно устанавливать вот эти причины следственной связи? Да. Поняли? Интересно? Да. Интересно. Постарайтесь делать это почаще. Просто даже в обычной жизни, в обычной реальности. Потому что умение устанавливать причины следственной связи важно не только для того, чтобы написать пьесу, а важно вообще для того, чтобы с интересом воспринимать жизнь и глубже ее понимать. Поэтому старайтесь вот так вот играть почаще, даже иногда сами с собой. Так, вернемся к конфликтам. Смотрите, в ваших текстах написано, что он может быть внутриличностный, да? Да, что такое внутриличностный конфликт? Конфликт сам с собой. Когда человек конфликтует сам с собой. А, например? Ну, допустим, что мне сначала погулять или сделать уроки? Тяжелый конфликт. Каждый день мы буквально с ним сталкиваемся. Да. Хорошо. Еще пример? Ну, например, куда мне поехать отдыхать? В Турции или в Турции? Не пойдем сегодня на пляж. Как мне надоело это море, да? Замечательно. Катя? То, что шапуков поделить розовый, будет там белым, черным. Чудесно, чудесно. Тоже внутренний конфликт. Тяжелый и практически неразвешимый. Так, хорошо. Ну, ладно. Сережки так вот по-мужски глобальные. Уроки или гулять? А что побеждает, Сережа? Компьютер. Ты моя радость. Так, хорошо. Межличностный. Что такое межличностный конфликт, Полина? Межличностный конфликт – это когда два человека спорят между собой. А на основании чего? Вот именно мы говорим межличностный. То есть у них конфликт из-за чего происходит? Из-за каких-то личных непониманий. Личных непониманий. Еще. Может быть, из-за каких-то вещей. Из-за каких-то вещей. Но, наверное, их внутренние личностные качества немножечко не позволяют, да, сойтись в единомнении. Один, например, считает, что это хорошо и правильно, да, другой считает, что по-другому, да? Или нет? Или да? Да. Да. Отличательно. Так. Внутри групповой конфликт – это какой? Это когда спорят в каких-то группах. Не обидвала, занятошки или как-то еще. Ну, когда группа спорит с другими, например, кто будет первым выступать, например, или кто будет первым рассказывать. Нет, это не будет. Отлично. Нет, почему? А ты как думаешь? Ну, внутри групповой – это когда она будет. Ты как? А мы говорили, да, внутри групповой. Точно, молодец. Сережку всегда меня на место ставит с моей забыточностью. Умничка. Внутри групповой, конечно, я же что-то уже подумала про межгрупповой. Вы же говорили про межгрупповой, получается. Вот такие шаги, я забыточивая и невнимательная. То, что девчонки говорили, это межгрупповой конфликт, совершенно верно. Там, я надеюсь, его сегодня не состоится, да, на очередную группу выступления поделим по-честному. Так, ну, межгрупповой мы сказали, внутринациональный и межнациональный – это что-то более глобальное, да? Полиночка. Межнациональный или? Да, внутриннациональный. Натриннациональный – это когда вот одна страна спорит с собой. Как поступить лучше? Так, хорошо. Яна? А можно межнациональный? Межнациональный? Это когда строитель так делится для национальности. А, ну, хорошо. Есть какие-то… А вот это внутриннациональный, это значит, что, например, когда выбирают президента, он может тоже спорить же. Точно. Да, спорят. Ой, спорят. Хорошо. Так, горизонтальный, ребята, конфликт – это конфликт, который происходит вот в нашей ситуации, в нашем мире, да? Это межличностный, межнациональный, межгрупповой, внутриличностный, неважно. А вот вертикальный конфликт – это ситуация, которая от нас с вами не зависит. Например, какая-то катастрофа случилась. Это тоже возникает конфликт, да? То есть человек или группа людей, неважно, сталкиваются с чем-то, их интересы человеческие, да, сталкиваются с интересами, например, природы. Да, природа вот решила, что будет огромный снегопад, да, и все машины встали. Конфликт? Конфликт. Интересы человека, который собирался, например, попасть в театр, застрялся в пробке, да, столкнулись с интересами природы, который вдруг решил выводить на нас, бог знает, сколько снега, да? Или болезнь, например, которая тоже, в общем-то, от нас не зависит, мы особенности ничего не можем сделать, да, и мы вынуждены хоть как, хотя бы какой-то, хоть три дня, но поболеть, да? Вот, например, у нас сегодня с вами кто-то и пришел, да, хотел прийти, но не пришел, потому что заболел, и сделать с этим ничего нельзя, да? Вот он, вертикальный конфликт, то есть, когда, грубо говоря, нам нагло, взваливаются непредвиденные обстоятельства. Понятно, что такое вертикальный конфликт? Замечательно. Вот, ребятки, о пьесе, большой настоящей пьесе, как правило, автор включает, в пьесу включается несколько видов конфликтов. Там будут и межличностные, и внутриличностные, и горизонтальные, и вертикальные. И чем больше видов конфликтов, тем интереснее, как правило, бывает пьеса. Но мы с вами, конечно, за неимением огромного количества времени, да, у нас же нет писательской дачи, где бы мы бы на природе сидели, спокойненько сочиняли пьесу. В Турции, например, да, у нас вот сейчас 10 лет, поэтому вы сейчас для своих пьеса выберете только один конфликт. А уж какой, решите сами, хорошо? 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 Девочки, почему тут темно? Нам уже пора давать. Где вы хотели? Где вы хотели вообще? Пойдемте по кратчайшей дороге. Нет, нет, там живет чудовище. Пойдемся лучше по длинной. Я с Лерой согласна. Какие чудовища? Вы сранцентрой за мистики, ужастиков. Пошлите по кратчайшей. Нет! Нет! Видите, тут никого нету. А чей тут вон за? Да! Не трогай нас! Я хочу вас съесть. Не трогай нас! Что мы тебе такого сделали? Я вас все равно съел. Не трогай! Ладно, я вас окручу, если вы купите мои желания. Хорошо, загадывай. Да, я подумаю. Вы должны присесть три раза с тяжелым грузом. Давай. Давай. Официально, да. Можно два кофе? Два кофе. Официально, да. И все будут гордиться им и хирургом. Спасибо вам! Пока всем! Дверьте, подожди меня! Дверьте, я не могу. 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 Мы представили вам урок развития речи для пятого класса по теме «Классная драма», рассчитанная на два академических часа. Это не первый урок в данном разделе. Некоторое время назад мы уже проводили занятия в подобной форме, и ребятам очень понравилось. Именно поэтому мы решили и продолжить обучение написанию пьес, а также любых других художественных произведений в подобных формах. Основной целью, которую мы с ребятами поставили перед собой, было продолжение обучения написанию пьес. Ну, конечно же, были еще и развивающие цели. Это совершенствование устной и письменной речи, развитие образного мышления, актерских способностей, усвоение учебной информации при помощи активной самостоятельной деятельности, развития познавательной деятельности, а также применение теоретических знаний на практике. Ну, и, конечно же, воспитательные цели — это умение работать в группах, способность к творчеству и сотворчеству. Похожие цели ставятся учителем на каждом уроке. Однако, на наш взгляд, на уроках в подобной форме достигаются с наибольшим успехом. На уроке мы использовали элементы двух новых образовательных технологий — это французские мастерские и развитие критического мышления через чтение и письмо. Эти технологии были выбраны нами не случайно. Именно они, на наш взгляд, помогают творчески подходить к изучению предмета. Они способствуют выявлению способностей детей, творческих способностей детей, мыслительных способностей детей. Развитие критического мышления через чтение и письмо помогает ребятам лучше понимать смысл текста, лучше принимать его и в дальнейшем транслировать. Мы решили провести этот урок в Школьном мемориальном музее Наде Рошевой. Не случайно. Дело в том, что очень многие уроки в нашей школе мы проводим здесь, потому что творческая обстановка самого музея сподвигает детей к ответному творчеству. Здесь они начинают чувствовать себя спокойнее, потому что это не парты, это не доска. Им уже легче выразить какие-то свои эмоции, легче не бояться сказать что-то не так, сделать что-то не так. Они ко всему относятся значительно спокойнее. В нашей школе музей Наде Рошевой является неким учебным и творческим центром. Несколько слов скажу о Наде. Наде Рошева – это знаменитая московская художница 60-х годов. Она училась в нашей школе, и именно поэтому с 1971 года здесь есть ее музей. Сейчас у нас более полутора тысяч рисунков Наде. Мы проводим экскурсии для детей нашей школы, для детей других школ. К нам приезжают из других городов и даже стран. У нас здесь проводится очень много творческих мероприятий, круглых столов, поэтических вечеров, музыкальных вечеров. Ребята читают свои произведения. В общем, музей задействован в нашей школе очень много. Ребятам были даны задания различных типов. Они и с научным текстом работали, и творческие задания у них были. Были игры для активизации их творческих способностей. А также эти же самые игры и способствовали некому расслаблению ребят, снятию некого напряжения, может быть, которое, возможно, появлялось у них из-за получения новых знаний. И на наш взгляд в целом урок прошел в довольно-таки комфортной и приятной для ребят и для учителя обстановке. Смена различных видов деятельности способствовала поддержанию хорошей работоспособности ребят в течение всего урока. Ребята в целом работали в группах довольно-таки дружно. Однако, конечно, каждая из них личность, и личности эти разные. Кому-то хочется показать себя индивидуально. Именно поэтому, наверное, у нас получился один обособленный сценарист. Молодой человек решил написать пьесу сам. Не стал принимать участие в работе группы. Это была довольно-таки непредвиденная ситуация. Но, тем не менее, естественно, стоит уважать выбор каждого ребенка. Почему это произошло? Потому что, в общем-то, можно сказать, наверное, ребенок хотел показать себя. Это очень интересный мальчик. И у него нестандартное мышление. И, возможно, ему показалась неинтересна идея ребят его группы. Видимо, поэтому он и решил показать себя сам. Мы считаем, что, естественно, ему такую возможность надо было дать. Поэтому мальчик представил пьесу индивидуально. Радует то, что ребята доброжелательно принимали пьесы друг друга, аплодировали друг другу, эмоционально поддерживали друг друга. И это очень и очень важно. Потому что сейчас, к сожалению, в нашем мире все более и более все индивидуализировано. И в этом есть как хорошее, так и плохое. Все-таки коллектив, наверное, должен существовать. Взаимовыручка и взаимопомощь тоже должны существовать. И, на наш взгляд, работа в группах, совместная творческая работа, очень способствует формированию таких душевных качеств, как доброта, взаимопонимание, взаимовыручка. Опыт работы с детьми показал, что им очень нравятся нестандартные уроки. Они потом их долго обсуждают, радуются им. И поэтому мы и в дальнейшем предполагаем применять все больше и больше новых технологий в наших занятиях. Спасибо.